Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ну что, друзья мои, давайте в двух словах опишу ситуацию, потому что не все понимают, что там происходит по правобережной группировке российско-фашистских войск в Херсонской области. Так вот, ситуация там просто аховая. Я сейчас объясню в двух словах, почему. С левого берега, занятого фашистами, на правый берег, занятый фашистами, вели три магистрали. Значит, первое и самое значительное, это Антоновский мост. Вот через него возилось, наверное, 95% всех грузов с левобережья на правобережье. Вот этой группировки, которая на Николаев шла, вот это все туда, да? Они же, если вы помните, они аж дошли до Вознесенска, там... Да, серьезно, они практически до Первомайска там дошли. Ну, то есть, очень серьезно, они шли в сторону Одесской трассы. Кто забыл уже, да, там, это трасса Одесса-Киев. Вот, они шли туда, на Одесскую трассу, и хотели ее перерезать. Но потом что-то пошло не так, все это мы прекрасно знаем. Их там всех переколотили. Но, они все заходили через Антоновский мост. Все до одного. Второе, это железнодорожный мост. Первое время он тоже довольно активно использовался. И на ЖД вокзал Херсона, ну, где-то до месяца назад еще приходили фашистские составы из Крыма. С фашистскими танками, личным составом и так далее, и так далее. Все это приходило, потом, когда фронт приблизился непосредственно к Херсону, и дальнобойные украинские орудия, типа там, Цезарь, или Богдана, или что хотите, да, что угодно. То есть, Крам, любой из них, запросто могут теперь добить до ЖД моста, что и произошло вчера. То, как говорится, они его перестали использовать просто в силу того, что, ну, нырнет и поезд, и содержимое поезда, и сам мост, и так далее. То есть, ну, а сейчас он разбит, уже, как бы, вопрос снят. Вот, то есть, это второй мост. И третий мост, он ушел по гребле Каховской ГЭС. По верху, это, как бы, Каховская ГЭС, а на ней сверху находится, находится небольшая дорога, самая слабая из этих троих. Почему там? Это ниточка, фактически. Одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую. Она не широкая, и она не в состоянии пропустить много. Вот, то есть, все снабжение правобережной группировки, в том или ином виде, в котором она пребывала, шло через, в основном, через Антоновский мост. Плюс, иногда что-то по гребле Каховской ГЭС, и плюс, иногда что-то по ЖД мосту. Значит, ситуация на сегодняшний день. Антоновский мост, как мост, больше не существует. Далее. ЖД мост. Вчера тоже получил две плюхи. Судя по всему, вышел из строя на какое-то время. И дорога над Каховской ГЭС. Получила несколько плюх. Вроде бы их пытались заделывать. Насколько заделали, я не знаю. Она узкая. На мопеде проехать было можно. На лисипеде проехать было можно. Перейти тоже можно. Можно ли... Ну, они вчера что-то пытались там заливать бетоном. Но опять, это же бетон, ты его зальешь. Ему надо... Там же вот такой слой. Ему надо неделю дать выстояться. Ну, иначе он просто упадет. Соответственно, она пока что тоже не проездная. Как только он выстоится, понятно, туда мы его тоже укандропупим. И это наша песня хороша, начиная сначала. Короче, он тоже работать не будет. Итак. Чуть тюму я веду. Правобережная российско-фашистская группировка осталась без снабжения от своей большой земли. От того места, где они там все подвизаются. С той стороны, со стороны Мелитополя. Другого какого-то снабжения у них просто физически нет. Единственное, что они могут, как они могут на сегодняшний день подвозить себе любые припасы, это речным транспортом. Ну, вот речные трамвайчики, моторные лодки. Ну, сколько там можно... Ну, это вообще уже не серьезно. Это же нужно разгрузить. Это грузовиками нужно подвезти. Разгрузить. Потом это все дело на морской трамвайчик загрузить таким образом. А как ты на него загрузишь? Я что-то вообще славу представляю. Боржа, она не подойдет к берегу. Там и причалов-то нет. То есть, я что-то славу представляю. Это только моторными лодками можно. Но моторную лодку килограмм 200 положишь, 300 и все. Опять-таки подъедешь, разгрузишь. Да и моторных лодок там так уж много нет. То есть, де-факто, на сегодняшний день полностью остановлено снабжение вот этой группировки правобережной. Это раз. Второе. Север и юг, захваченные расистами территории Херсонской области, соединяются одним-единственным мостом. Одной-единственной дорогой через Дарьевку. Там есть так называемый... Был, извините. Так называемый Дарьевский мост, по которому лупанули артиллерии. Попали, как обычно, очень четко, очень точно туда, куда надо. По нему сейчас можно проехать максимум на Таврии. Машина шире Таврии уже не пройдет. Ну вот представьте себе. На лесипеде тоже, опять-таки, можно. На мотороллере тоже можно. Ну, мотороллере, на скейте, на самокате тоже можно проехать. Вот. Но самокатом ты не провезешь, опять-таки, в сторону Херсона ничего. Соответственно, отрезано то же самое. Они сейчас, правда, там потянули еще одну нитку понтонной этой переправы. Ну, угадайте с одного раза, сколько эта понтонная переправа часов проживет. Ну, это даже смешно обсуждать. Так же, как смешно обсуждать понтонную переправу через Днепр. Это вообще цирк. Это такая... Ну, это однодневка. Эти понтоны они будут вылавливать потом в Черном море. Вот. Короче говоря, на сегодняшний день, де-факто, правобережная группировка осталась без снабжения чем-либо, от слова вообще. Сейчас к тому же происходят регулярные точечные отстрелы, как командных пунктов, так и оставшихся средств связи, оставшихся каких-то баз с БК или баз с топливом, с половыми мостыльными материалами. Вот это вот все сейчас уничтожается. Каждый день идет кропотливая работа по аннигуляции этой всей структуры. Все простреливается аж до Днепра и даже дальше Днепра. Никаких с этим проблем нет. Причем для этого хайморсы абсолютно не нужны. Достаточно нашей дальнобойной артиллерии. Она все это прекрасно покрывает. И таким образом, собственно говоря, если бы расшистами руководили нормальные генералы, они бы сейчас экстренно проводили эвакуацию с тем, чтобы личный состав банально остался в живых. Но поскольку ими руководят шкуролупы, для которых личный состав это всего лишь пушечное мясо, абсолютно бессловесное, то, скорее всего, они примут решение, знаете, сталинское, не шагу назад, все взад. Ну, все взад, значит, все взад. Ну, это ваш выбор, как говорится. Вы решили, мы осуществили. Вот и все, собственно говоря. А если возможность у них каким-то образом оставить за собой Херсон и ближайшие места, нет. Никакой возможности нет. Ничего нельзя сделать. На этом все. Собственно говоря, вопрос по правобережной группировке фактически уже закрыт. Вопрос только, когда наши захотят ее ломать через колено. Если она сама не убежит. А убежать она уже даже, знаете, они уже и захотят убежать. Ну, в принципе, пешком через Антоновский мост пока еще можно гуськом, как-то так, да, легкими перебежками, побросав всю технику. Да, реально. На лодках моторных они все не уплывут просто в силу ограниченности данного ресурса. Каких-либо других путей переправы на ту часть, на тот берег Днепра у правобережной группировки фашистов уже нет. Слава Украине!